Монрайдер, Луна. Луна решительная и набожная последовательница лунной богини Элуны. Она борется рядом с Сентенал в бесконечном сражении, чтобы очистить землю от безобразного скорш. За свои усилия ее наделили мистической силой Элуны. Луна использует этот дар, чтобы сократить численность своих врагов. Говорилось, что Луна в состоянии призвать на помощь сам лунный свет и что она всегда окружена светящейся аурой, как будто олицетворение лунного света. Луна яркий маяк Сентенал и вечный защитник. Можно задушить. Пользуемся АМС. Как вам? Вот слава и Луны. Всем здорово, дорогие друзья. Что ж, сегодня у нас гайд на одного из самого такого персонажа приятненького, интересного и очень даже сильного на самом деле, но забытого, мне кажется, потому что его, так сказать, выбили из меты на 85-й карте. И почему-то только через какие-то определенные страты этот герой будет работать. Но сегодня я постараюсь вам показать, как этого персонажа можно использовать. Что ж, сегодня у нас Луна, соответственно, будет сегодня весело. Будем душить глейвами, будем смотреть ночью как днем и, соответственно, душить ультимативной. Готовы? Тогда поехали! Так, друзья. Первая способность на нашем персонаже это Люцент Бим. Люцент Бим у нас имеет ход кей C, то есть по нажатию кнопочки C. Видите, желтеньким выделено. Показываю. Вот. Мы нажимаем вот так вот на персонажа, на какого-нибудь, на оппонента и, соответственно, ему наносится урон и накладывается микростанчик. Микростанчик, в зависимости с уровнем прокачки, он всегда остается один и тот же. 0,6 секунд, но меняется дэмэдж. 75, 150, 225 и 300 дэмэджа мы будем наносить в зависимости с уровнем прокачки. КД у нас 6 секунд на данную способность и монокосты тоже разные. 90, 100, 110 и 120 маны будет брать у нас эта способность. Очень простенькая способность. Расстояние 800 единиц, очень хорошее расстояние, ребят. И, в принципе, все. Так как у нас это таргетная способность, то есть мы на какую-то определенную цель нажимаем, то, соответственно, линка у нас блокирует полностью этот эффект. Микростан и дэмэдж, так сказать, не нанесется. Ну и в БКБшных, соответственно, это не работает. Да и, в принципе, все по этой способности. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это мунглейвы. Так сказать, луна зачаровывает наши атаки при прокачке и, соответственно, наши атаки будут нести более разрушительный характер. Мы будем наносить урон сплэшем. То есть, как сплэшем? При атаках обычных крипов героев наши глейвы будут отскакивать и наносить дэмэдж. Но эти глейвы у нас по уменьшению урона действуют. То есть, соответственно, основному мы наносим 100%. Второй отскок у нас идет уже минус 35. То есть, соответственно, 100 минус 35 это уже 65% урона. И дальше так по убыванию. Но там уже после второго отскока убывания идет 42, 27, 18 и ниже урона. То есть, соответственно, ласт глейвы уже почти ничего не будут наносить. И, соответственно, с уровнями прокачки у нас будет увеличиваться количество отскоков. 2, 3, 4 и 7 до 7 отскоков может происходить у нас, так сказать, от персонажей. И, соответственно, расстояние этих глейвов у нас 500 единиц. То есть, если мы ударяем этого, если от него на расстоянии 500 единиц кто-то стоит, то, соответственно, так сказать, в него отскочит и будет вот это вот веселые вот эти вот отскоки. Мы сможем наносить урона всем больше. Очень прикольная тема. Мне реально нравится. Она позволяет реально очень быстро фармить, очень хорошо пушить. И, ребят, в принципе, более тут нечего рассказывать. Глейвы просто... Вот я вам ставлю табличку, как по убыванию вот тут вот, по убыванию него... Лучше вот тут. По убыванию как они работают. 65, 42, 28, 12, 8% и так далее. И до низа пока, так сказать, герою совсем уже дэмиджа не будет чувствоваться. Но очень прикольная тема. Она стакается, у нас эта тема с иллюзиями. Это очень мощно выглядит на иллюзиях. Ну и, соответственно, так как это у нас, так сказать, пассивка, то, соответственно, друзья, у нас вот эта тема будет работать так, что ее можно отключить, к сожалению, с сильверейджем. Ну, это очень банально. Ну и, соответственно, проходит через БКБ, так как это физическая атака. Просто мы наносим урон и идет физика у дэма, что, соответственно, по всем вот так вот скачет. Это прикольно выглядит, ребят. Не знаю, я прям радуюсь. Ладно, и переходим к третьей способности. Итак, друзья, переходим к третьей способности. Третья способность со своими плюшками. Несмотря на то, что она, эта третья способность, будет давать нам определенное количество урона. Самим нам, ну и союзным персонажам, которые будут рядом с нами находиться в АОЕшке 900 единиц. То есть, соответственно, это вот такая вот аура, аура И. Как только мы ее прокачали, посмотрите, как хорошо у нас увеличилось ночное зрение. Третья способность для луны самой, оно увеличивает зрение ночью. То есть, соответственно, ночью мы видим так же, как и днем. То есть, этим можно пользоваться. Соответственно, ночью наш персонаж будет видеть намного лучше. Как видите, у нас увеличилось абсолютно вот это вот зрение ночью. Оно у нас увеличивается на 1000 единиц. То есть, соответственно, в совокупности у нас ночное зрение становится 1800 единиц. Очень классная тема. Ну что ж, перейдем тогда к уровням прокачки. Бонус, который я вам сейчас рассказал о том, что мы увидели, так сказать, ночью намного больше, дается с первого уровня прокачки. Ну и о основных плюшках, которые нам, в принципе, даются. Но это не основные плюшки, но командный демедж тоже хорошая тема. Смотрите, 14, 20, 30 и 38 демеджа будет просто так даваться союзникам, которые будут находиться рядом с нами в 900 радиусе. Ну и, соответственно, это все по данной способности. Ее также можно отключить сильверейджем. И, в принципе, да более нечего рассказывать. Иллюзии ауры также получают бонус и обзор, но, к сожалению, не получают бонуса к урону. Ну и, в принципе, это все очень простенькая тема. Позволяет нам просто видеть ночью намного лучше. И союзникам дает в аури демедж. Ну и нам самим тоже. Ребят, в общем, все. Поехали на самую главную тему, а именно ультимейт на луне. Итак, друзья, переходим мы конкретно уже к нашей ультимативной способности. А именно, это у нас эклипс. Эклипс это у нас затмение. И, соответственно, луна у нас превращает день в ночь по нажатию. Соответственно, хоткей у нас Е. То есть, на хоткей Е мы нажимаем кнопочку. У нас луна поднимает, так сказать, вот так вот. Глейв свой поднимает. И у нас поехала, так сказать, раскастовочка ультимейта. И, соответственно, как работает ульт, я вам сейчас расскажу. Смотрите, когда мы нажимаем ульт, у нас ультимейт начинает рандомно бить всех, кто находится у нас в радиусе 675 единиц. И, соответственно, это очень такая двоякая тема. Мы можем, так сказать, в одну цель влить определенное количество бимов. И можем массово нанести. От чего это зависит, я вам сейчас расскажу. Смотрите, давайте разберемся по уровням прокачки. Смотрите, у нас определенное количество люцент бимов. Здесь на первом уровне 5, на втором 8, на третьем 11. Calldown у нас 140 данной способности. Требования маны у нас 150, 200, 250 единиц. Всегда. Тут у нас еще идет аганим. По аганиму мы поговорим чуть-чуть позже. Смотрите, когда мы имеем, допустим, ну, у нас сейчас ультимейт второго левла. Мы имеем сейчас 8 бимов. И мы хотим все эти 8 бимов нанести, так сказать, все эти 8, так сказать, лучей нанести в одного персонажа. Мы нажимаем ультимейт, и у нас идет определенное количество бимов на персонажа. И все, дальше вот эти 3 остальных бима улетели у нас куда-то в землю. Почему, спросите вы? Потому что у нас тут есть ограничения по бимам в одну цель. Максимально бимов в одну цель без аганима может прилететь 5, не больше. То есть, соответственно, если у вас нет аганима, вы думаете, думаете, у вас уже 16 уровень, у вас 3 левла ультимейт, 11 бимов, вы думаете, вы в одного персонажа все эти 11 бимов ударите, и вы его убьете. Нет, больше 5 в одну цель вы никогда не нанесете. Это первая тема, о которой нужно знать. Вторая тема. Почему, когда я ультую, у меня не наносится урон нашему гулю? Почему? Почему, ребят, не наносится? Потому что наш ультимейт напрямую зависит от первой способности. Если у нас первая способность не прокачена, то есть, соответственно, демеджа не будет. Видите, я прокачал, и, соответственно, демедж пошел. Наш ультимейт абсолютно работает пропорционально нашему первому спеллу. Какого уровня у нас первый спелл? Соответственно, такого, так сказать, демеджа с одного бима ультимейта мы и будем наносить. То есть, если у нас будут люцин бимы на ласт левеле, соответственно, 300 урона, то и, соответственно, нашему гулю будет не сладко. Смотрите, как его дамажит. Но, к сожалению, только 5 бимов ему нанесется, если у нас нет аганима. Ну и, в принципе, это, так сказать, такие микро-нюансы, о которых нужно знать. И теперь, смотрите, друзья. По ночи я сказал, по количеству бимов я также сказал. И, в принципе, я думаю, это все. Все. 675 АОЕ. Я рассказал, как работает этот ульт. Он в 5 целей, вернее, в одного персонажа не больше, чем 5 раз работает. И, я думаю, стоит перейти сейчас к аганиму, который тоже очень нужно знать. Поехали. Итак, друзья. Покупаем аганимы. Соответственно, что мы видим? Какие изменения мы видим? У нас увеличится количество бимов. 6, 12 и 18 бимов у нас появляется. Плюс у нас имеется такая тема. У нас ультимейт становится таргетной целью. Да, таргетом. А именно, мы можем этот ультимейт вешать на своих союзников. И можем вообще просто куда-нибудь в землю вешать. Причем, расстояние вот это, кстати, так сказать, вешание ультимейта у нас просто огромное. 2,5 тысячи единиц. То есть, соответственно, мы можем вот сюда поставить ульт. И в радиусе 675 единиц этот ультимейт у нас будет здесь, так сказать, уничтожать, испепелять все, что двигается. Запоминайте. Это очень важно. Плюс, какие фишки нам нужно знать. Ну, если честно, мне иногда не нравится, что приходится через даблклики, так сказать, на себя нажимать. Или нажимать на какого-нибудь союзника, чтобы он пошел, так сказать, душил, как мы делали видосик. Вы все, наверное, его смотрели. Ребята, обязательно оставлю ссылку внизу, как мы делали фишку с Фурионом. И, соответственно, обязательно посмотрите. И, я думаю, будет очень вам весело, если вы посмотрите. Если кто-то не смотрел тот видос, обязательно смотрите. Ссылка в описании. Очень фановый, угарный видос, ребят. Можете посмотреть, как реализовали мы, так сказать, наш Аганим на Луне. Плюс, ребят, о чем нужно еще знать. Возвращаемся. Нам нужно знать о том, что при покупке Аганима наш ультимейт становится, так сказать, становится ультимейтом, который снимает ограничения. И, соответственно, все эти бимы могут залетать в одного персонажа. Да, да, могут залетать в одного героя. То есть, все 12 бимов, все 18 бимов будут бить просто. Вот, допустим, у нас стоит Найкс. Пропишем ему немного побольше силы. 45 тысяч хватит. И, соответственно, нажимаем ульт на себя. И, смотрите, Найкса у нас бедного лупит, лупит его, постоянно лупит. Будет, когда он будет с нами рядом находиться, всегда все лучи будут бить в него. Но это пока не появится какая-нибудь еще одна цель. У нас ультимейт бьет по рандому всех рандомно вокруг. Но, соответственно, это его, так сказать, погрешность этого ульта. Но если вы хотите убить, так сказать, одну цель, если вы 1x1 выходите на речки без рун и без тиммейтов, то, соответственно, вы можете накинуть на себя ульт. И этот ульт будет бить именно того персонажа, кто находится ближе к вам. Соответственно, по рандому будет наноситься этот урон в одну цель. То есть снимается ограничение в 5 целей, вернее, в 5 раз в одну цель. Вот так вот правильно будет сказать. То есть, соответственно, нет ограничений. У бим постоянно будет, ну, ультимейтовский бим будет бить постоянно в одну цель. Это очень классно. Плюс также, ну, накидывание на союзников нам тоже. Ну, только я вам покажу просто. Накинули на союзников. Союзник у вас побежал и просто, смотрите, бьет бимами всех. Бедные Найксы просто они в шоке. Они не знают, что делать. И, соответственно, еще продолжается ультимейт. И это только у нас, так сказать, было 12 бимов. А их 18. Плюс они стакаются. Если мы покупаем рефреш, то, соответственно, 18 плюс 18 сколько? 36 бимов. У нас будет вот так вот тут-тут-тут-тут долбить. И, соответственно, это очень прикольно. Можно луну собирать в Мэджик. И реально это будет пушечно. Ну, и, в принципе, ребят, что у нас еще тут остается, так сказать, добавить? Вроде, в принципе, нечего больше добавлять. Очень бомбовский аганим. Всем рекомендую. И 2500 расстояние. Это реально пушка. Ну, и, в принципе, я думаю, ребят, это у нас все. По данному ультимейту. Очень много демеджа наносит наш ульт. Это один из самых таких сильных ультов, я считаю, именно в одну таргетную цель. Просто посмотрите, ссылка в описании, друзья, как мы это реализовали. И, в принципе, я пожелаю вам всем, ребят, приятного просмотра этого гайда. Надеюсь, вам более чем понятен ультимейт. Второй, третий, первый спелл на данном персонаже. И сейчас мы будем переходить уже непосредственно к геймплею, который я для вас подготовил. И, надеюсь, вам он очень понравится. Одна каточка в керри и одна каточка в Мэджик Луну, которая будет долбить с ультимейта. Ну и, блин, вообще игнорировать аганим на ней, мне кажется, вообще не стоит. Потому что это очень сильный сейчас, так сказать, аганим, который позволяет прям вносить очень много дэмэджа именно в этой АОЕшке. Или на самом, так сказать, персонаже, если мы оставляем, вот так вот вешаем, то, соответственно, будет очень много дэмэджа. Ребят, я еще не упомянул. Кстати, если цель, на которую вы накинули ультимейт, умрет, то ультимейт прекратится. Но если вы нажали вот так вот в пол и вот здесь вот в земле бьет этот, так сказать, наш ульт в АОЕшке 600, то, соответственно, он там и будет продолжаться, пока не закончится. Но на персонаже он прекратится в случае его смерти. Друзья, ну, в принципе, это все. Еще раз желаю вам приятного просмотра. Приятного просмотра, чтобы вы кайфанули. Кому понравится, обязательно ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь и ждите своего героя, ведь гайды будут на всех персонажей. Поехали. Итак, друзьяшки, что ж, поехали. Играем на Луне. У нас есть в распоряжении 2 часа в компьютерном клубе. Шучу, у меня дома ком. Поехали. Так. Луна вообще у нас может как и мидером быть, так и, в принципе, и пофармить. Но на самом деле на Миду, в нормальной игре на Миду ей особо делать-то нечего будет. Так как это хлипкий герой. И, в принципе, она контрится. Блин, да всем кем угодно она будет контриться, данный персонаж. Она не любит прокастов, так как у нее очень мало хитпоинтов. И реально желаю ей здоровья, счастья и любви. Пойдем на низ. Не хочу идти на другие линии. Пойду на низ. На топ. Ну, вообще, нам нужно в изи линии фармить всегда, ребят. Запоминайте. Чтоб потом не говорили, что я делаю что-то неправильно. Можно, можно на мид, да. Можно куда угодно. Но на самом деле я в оббаночке стараюсь играть. Типа, знаете, как... Обычно триплу делают так. Но с аксом я не пойду точно. Нет, я топ. Я топ. Я топ. Все, идем на нормальную линию, друзья. Смотрите, что у нас там. Вот стони гианта. Вот стони гианта мне нужно будет бояться очень сильно. Потому что стони гиант будет очень мощно мне раздавать. Если там хороший морф, то и морф будет очень сильно раздавать. Вот и все. Мне плевать, я керри. Вот так вот пишем и все. Кто у нас мид? Рикимару что ли? Мид иди. Возрак. Держи в курсе. На первом левеле качнем. Третий, если сейчас на руне. Рики мид? Нет. Рики мид точно не пойдет. Нет. Рики мид не надо. Мид для раков. Ну может быть. Все, иди. Иди мид. Иди мид. Верка. Затащу. На дно затащит. Затащит. На дно пишет. Я умею, но мид не иду сейчас. Так как мне надо идти из линии по гайду. Все, вот так напишем. Сейчас будет. Уа-ха-ха-ха. Мне надо идти. Так. А кстати, бинды, бинды, ребят. Как обычно, забываем бинды, да? Включили бинды, поехали. Все, вон. Ва-ха-ха-ха. Пошло дело. Так, ну мы здесь стоять не будем. SF минус армор, конечно. Ага. Все, тут на этой линии нечего делать. Типа я пойду. Все, хорошо. Так. Что у нас по пику? По пику какашки у нас. О, найкс взяли. Найкс тоже очень хороший контрпик против луны. Ну посмотрим. Может быть в керри тут тотально уйдем. Посмотрим вообще. Да, лучше тут уйти в керри, потому что там найкс тоже. Да и с ульты можно тоже раздавать. Хорошо. Качаем. Качаем. Третий. Фарма не будет до тебя. Ну давай, хорошо. Рики с топориком. А, Рики без топорика. Все, фарма не будет. Пацан решил, что у меня фарма не будет. Но хотя вполне возможно. У меня первая катка не раскликаны. Можно. Бегать. Все, сразу фбшечку делают, ребята. Молодцы. Тинни решил тоже подфармить. Тинни решил тоже подфармить. Хорошо. Ну с Рикимару стоять одна классика на самом деле. Типа в таких катках. Типа Рикимару. Не люблю вот эти соревнования по фарму на самом деле. Но, а что поделать, если дурачок на Рикимару. В принципе. Бей. Молодец. Послушный. Убей его нафиг. Тинни. Сам тут стоит. Рикимару, конечно, хитрец. Но я, наверное, похитрее буду. Этого не добью. Хорошо. Рикимару тоже дэмэдж добавляю. Конечно, не очень. Тем, что он тоже может добивать. Глэйвы качать тут не будем. Тут в биме просто уходить будем. Молодец. Послушный, Рикки. Помогает подфармливать иногда. Молодец. Она тяжелая будет. Видимо, катка-куры тоже нет. Но чисто раколовка. Что поделать? Надо 2 мит идти. На Рикимару хочется атаку нажимать постоянно. Не на Тинника. Тинни Боттл. Что-то Рикимару. Тычковать можно по Тиннику. Очень больно будет дэмэдж заходить. Можно иногда даже бимом добить. Тут ничего такого зазорного нет. Потому что мана у нас как бы стоит сейчас. Все равно она может набираться. То есть это как бы правильно будет. Хорошо. Хитрюга на Рикимару. Вообще сильный игрок. Вообще очень сильно вижу, что очень сильно играет. Парень. Прокачиваем бим. Сразу можно дать пару кнопочек по нему. Он сейчас может прокастом, кстати, дать неплохо. Я даже могу сейчас отлететь. Да. Понимаю. Но это Тинни, что сказать. Молодец. Сильный герой. А у нас Луна тоже очень сильная. 300 хп. Ладно. Берем Курьера. Будем играть в соло катку. Будем душить дауненков. На Рикимару. На всяких. Потому что от Рикимару толку не будет. Но если эта игра будет тяжелой, это будет очень хорошо. Потому что вот. Дурачок на Рике. Дурачок на Тине. Люблю Тинников, кстати. У меня 500 хп. Очень легко с прокаста умирать. Очень легко с прокаста умирать. Соревнования не люблю. Но приходится соревноваться с Рикимару по фарму. С дурачком с этим. Что поделать? Дай ему прокаста, пожалуйста. По Тинни, кроме того, что ты прилетел Курьер. Чапай отсюда. Доконтрил Курьера. На Тэшку, походу, себе нажал. Хорошо. Смотрите, уже психует, походу. Хорошо. Хорошо. Так, сапог есть. Кстати, у Луны очень хороший свой пассивный дэмэдж. Тучка есть у тебя? Умничка моя. Печалька, что не я добил, но не рассчитал. А, у меня же второго левела всего бил. Глейва не качаем. Хорошо, дэмэдж есть. Можно поесть. Хорошо. Из-за тени дэмэджа нету, у него ни хрена. Вернее, армора. По нему дэмэдж очень сильно залетает. Ребят, тут я буду играть по-любому через фазы матмос. Не знаю, что хотите, бугните. Но, типа, серьезно. Это очень хороший фарм. Фарм билд, так сказать. Если у вас есть фазы, то очень хорошо фармится. Плюс маднес по лесу просто бегаем и сушим все, что движется. Очень быстро фармится на героя так. Так, что понизу? Ак снизу бедненький стоит. Ну, он соло стоит внизу, да? Вроде Бара у нас где-то бегает. Бара у нас... А, Бара у нас просто стоит, завис. Не знаю, что с ним. Залагал. В голове залагало. Дай ему про каста, что ты боишься его. Дай ему про каста просто на тине и все. Интересно, сколько Рикимару крипов добил? В любом случае, не больше, чем я. Хотя у него вариативность добивать крипов лучше, мне кажется. Потому что у него есть третий спелл. Типа с третьим спеллом можно просто в обманочке делаться. Вот как он сейчас вот, ну, типа вот, поддамаживает третьим. Поддамаживает третьим и душит. Оставляем один плюсик. Я один плюсик оставляю. В любом случае, чтобы было проще. С этим, с пушем. То есть, чтобы линия не пушилась, я один плюсик оставляю. Ну, нескольких оставляю, чтобы потом вкачать глейвы. Чтобы линия не пушилась, ребят. Так что это, ну, более чем профитно. Так, есть у меня фазы. Это очень хорошо, потому что с фазами тине нас вряд ли уже сможет убить. Не потому, что у нас с прокаста, так сказать, будет выживаемость. Мы сможем отбежать, отстрейфиться хорошо. Так, это хорошо, что он это сделал, на самом деле. А у него ботал еще. Так, хилимся. Отлично. Можем убить. И не должен тучу дать. А, эсэфиус. Так. Ну, я только что Рикимару засейвил, типа, чекайте. И дал ему. Хорошо, но не знал я тут, что эсэф пришел. О, и Рики убили таки. Я доволен, если честно. Что я теперь смогу нормально поставить по фарме. Потому что Рикимару просто мусор на фарм забирает. Ой, 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 сколько хп. Ладно. Боже, тяжело. Денечек не играл. Как раз АФК был. И очень тяжело ластхитить. На самом деле сейчас. Не разогретый, пальцы холодные. Но ничего страшного. Так, добивает. Ну, ты, конечно, блин, вообще, он террорист какой-то на этом, на Тиннике. Прям добивает по-страшному. Хорошо. Вообще, Луни желательно что-то в хитпоинты в любом случае брать. Но, как видите, я дурачок. Я дурачок. Я на опыте одеваюсь. То есть, мне фейзы намного приятнее тем, что я Стрейфлюс. Просто Риле намного приятнее так играть, когда у тебя хороший МС. Мало хп, но ты мобильный. Не знаю, я всегда так качаюсь, потому что мне так комфортабельнее. Ребят, ну, конечно, против Тинни можно было бы в теории правильнее купить, конечно же, ПТ. И играть с ПТшкой. Потому что ПТ, как-никак, будет больше давать выживаемости. Мы сейчас еще Аквилу возьмем. У нас вообще дэмэджа будет очень много. Я просто беру. Я сейчас в Маднес уйду и, типа, я просто леса буду колотить и все. Так, РБ. Хорошо. Так вот. Хорошо. Так, ВР пришла восьмого левела. Мидер. Мидер. С Робой, Уфзэмэйш и Сапогом. Молодец, конечно. Респектик, брат. Динека бы забрать. Могу страйфануться. Абара остановился, понял. Пазару ноль. Можно, в принципе, почуть уже подпушивать. Плохо. Вкачиваем второй. Ага. А, Бара, будет чарж, бро. Я очень далеко, но я надеюсь, я успею. Хорошо, забрали. Очень хороший такой нюк, кстати, на стилы. Очень легко подстилить. Очень легко подстилить. Го, включаем тогда Аквилу. Многие спрашивают, зачем включать Аквилу. Смотрите, на крипов два армора. Я выключаю. С крипов армор падает. Соответственно, это помогает нам пушить. Так как у нас персонаж один из лучших пушеров, мы изи можем душить. Принес себе Аквилу. Смотрите, у меня уже 50 демаджа сверху. Это очень много. И, соответственно, душим, душим, душим. И душим еще раз, и душим еще раз. Сейчас возьмем маску. Возьмем. Момчик. Именно Мом, не Доминатор. Не знаю, почему Мом, потому что с Момом очень быстро выфармливается. И, на самом деле, я считаю, что это очень даже работающая, так сказать, страта. Через мадлес на данном герой. Аккуратненько выфармливают лесочки. Но там Тинни, конечно. Тинни нужно остерегаться. Даже давайте возьмем один вардик. Себе поставим к лесу ближе. И вот, ну, обязательно, да. Ну, ладно, фармим. Все, обязательно надо. Надо пофармить лес. Мидер. Просает мид. Купшетток. И идет фармить. Вместе с керри. Ничего страшного. Душим. Так, что там у нас? Тинни дает прокасты. Кстати, у нас есть ультимейт. И желательно бы пойти его заюзать. Можно там на речку выбежать. Спокойно по СФчику поюзать. Можно постакать эншентов. Эншентов через Доминатор. Можно постакать, зафармить. Но я обычно через Маднес сам беру и, так сказать, зафармливаю стаки. Обязательно надо вот так вот делать. Вот оно что, СФ с лотариусом? Рики стоит просто. Ну, депутатный Рики стоит просто. Команде помочь смоук откинуть. Просто стоит. А потом покликает, типа, пацани, го, атаку. Я затофю, говорит. Хорошо. Стилюлейта, говорит. Фига, можно. Морф раздает-то. И что, у нас у них, так сказать, шансов нет. Тут луна. Проси фианал. Хорошо, душа. Меня уже идут атаковать. Меня идут атаковать. Ага. И не умнее, чем кажется. Он под Тавр, если пойдет наглую, то, может быть, что-то тут у него и получится. Но ночью, конечно, шансов нет. Потому что я вижу его. Вот я его сейчас вижу, он меня не видит. Сейчас он из Аблатар зашел. Ну, вот именно вот это преимущество, о котором я говорю, что луна ночью выйдет намного лучше. Как бы мне намного проще. Шаман. Шаман. Если сейчас на Аксе заагрится, то это очень хорошо, можно будет сульты раздать. Вот в этом и отличие луны ночью и днем. Соответственно, молодцы, пацаны. Пушат там. Потнячок будет. Пока мадность не юзаю. Потому что, возможно, придется стрейфиться. На топ. Сф. Сф-вижн по-любому сейчас дает по Аксу. Тени какой-нибудь прокасты будет давать. Если Сф вылазит, типа ульта. О, гоу. О. От этого пацана. Давай. Вот так вот. И Глэйвы в четыре. Вообще легко. Главное не подставляться. Сейчас. Сейчас сделаем манту. Быстренько сейчас вот тут толкнем линию. Возьмем. Вот так вот сделаем. Так вот. Куру я давать не буду в своей команде. Потому что я на них очень сильно обижен. Не верят в победу. Оп. Кривчика быстренько забрали. Люцинтов качали. Эклипса вернее. Люцинты закачаны уже. Все. И отходим. И отходим. Рикимару не хочу курьере давать вообще. Потому что Рикимару и плохой. Плохой чувачок. Хорошо. Так, так, так. Хорошо. Очень быстро лес фармится. Нам надо вообще на эншентов перебираться. Вот сюда. Сейчас и стакнем сами. Все, бежим туда. Что там Тинни Даггер, да? Даггер, это плохо. Это плохо, что Тинни Даггер. Гоу, попробуем. Гоу-го-го. Че боишься? Бара, есть чарж? Давай души. Жаль, маднесса нету. И маны нету. Хорошо. И убегаем. Хотя можно задушить. Пользуемся. Пользуемся АМС. Как вам? Во славу и луны. Душим нормально. Отлично. Да-да-да-да, постилища. Во славу и луны. Так, сейчас будут у нас тут эншенты. Сейчас мы этих бьем и отведем еще тут заодно. Манту сделаем. Типа начнем пушить. Там вообще страшно будет вырубать. Смотрите, как ГЛВ мы просто сносим этих крипов. И на топ сейчас, наверное, ТПшку будем делать еще. Ну, играем в керри, ребят. Первая катка в керри. Дальше пойдем в Мэджик. Мэджик тоже будет очень интересно. Так, душим, душим, душим. У нас есть Эклипс, кстати. Давайте возьмем Орбу сразу сейчас. Опа. Хорошо. На Меду много крипов, но на Меду я ничего не смогу сделать. Гоу через речку. Мы на топ пройдемся. И БКБшка, обязательный атрибут на нашего персонажа. У Морфа Этериал есть. Это очень плохо для меня, на самом деле, потому что у меня очень мало ХП. Очень мало ХП. Побежали на топ. Быстренько. Почему я взял Маднес на данном герое? Потому что этот герой очень быстро фармит. И за счет Глэйвов плюс Маднес. Несмотря на то, что Маднес пофикшен на этой карте, мы очень быстро фармим. Вы просто посмотрите, как я сейчас этих крипов запушу. Типа крипов уже нету, чекайте. Просто крипов нету. Гоу. Берем Манта есть. 16-ая минута. Очень хорошо. Манта еще БКБ до 20-ой сделать. И начать файтиться. Прям агрессивно. А, не по низу, я по топу пойду. Кемару. А что, ты тучу не вязал? Походу тучу не вязал. Ну пусть пушат, типа, я не буду суваться. Т2 тоже постараюсь разменять. Я помню, кстати, когда мне написали репорт в 20-ом сезоне, когда я на 27к ПТС вшел, именно Луну я сплитпушил. И мне чел-репорт написал. Нет. Хорошо. Отойти. Ну это Морф, кстати. Скорее всего, ГГ тут. У него там на бим хп, господи, у меня маны нет. Я бы отменил ТП, у него там хп на бим на 1 600 хп. Ну нормально, нормально. Могло быть и хуже, на самом деле. Не знал я, что там Найкс. Я думал, с Найксом раздамажится еще, но Найкса не потянул. Не потянул. Ну там сейчас БКБшку. БКБшку и, в принципе, будет все пушкой. Гоу, леса запенетрируем. Пенетрация лесов. Господи, это так жестко. Так, Варкрафтик стоит. Да, все стоит хорошо. Хорошо. 1400 хп уплотнились немножко. Манта еще так хорошо прилетела. Быстро очень, очень быстро зафармливается. Очень быстро. Лес. Я только зашел в лес. Я уже третий кэмп дышу. Еще бы компенсировать это все мурспидом. Так, морф. 600 хп. Там под тучей просто морф умирает, на самом деле. Хорошо. Так, Пайчу. Он по-любому сейчас развернется, увидит мои хп. Пытается что-то, наверное, сделать. Отлично. Забрали. Дальше. Сюда. Они его убьют вдвоем. Я туда даже бежать не буду. Не вижу смысла проигрывать вот этих крипов. Проигрывать лес. Оп. Зафармлено. И дальше опять в круг. Обратно. Опа. Крипчика нету, да? А, вон он. Кентаврик. Крепчика забрали. На меду змейки стоят. Дальше фармим. Просто выфармливаем весь лес. Можно будет потопу вообще пойти. Задушить. Коу-тп нам нужен тп. Это не стилер, это помощь. Сугубо помощь. Сейчас БКБшка будет. О, ну ты шо. Позабашил меня под конец. Прикидывайте. Какой человечек. Страшный. Просто забашил меня под конец. БКБшку надо. Срочно. Так, Морфилуса боюсь. Спракаста убьет. Акс пошел на Эншентов. Так, Морфилус. Ага, и Сэфиус там. Че делать? Отходить что ли? Да не, не хочется вообще отходить. Захилиться-то можно. Полхп. Отлично. Почти есть БКБшка. Выкладываем. Делать тпшку надо. О, вот так вот. Затар такой. Вернем в лесочек. Подарочки. Оп. Даже не в мид толкнем. Мид быстренько толкнем. Ночью видимость хорошая. Нечего бояться. Морф не сможет нас настигнуть. Быстренько вот это все надо. Хорошо. Дальше. Кого там настигли? Ага, у нас шаман настигнут. Можно шамана настигнуть. Ладно, с почти есть. Но Рикимару уже идет. Рикимару подойдет. Тучку даст. Тучку дай. Ша, молодец. В стиле лейта. Морф. Вижу морфа. Отхожу. Я тут до БКБшки копейки. Запарил. Хорошо. Вот прокаст. Какой сильный прокаст у Тини, да? Между прочим. Слушайте, опасно здесь стать фармить, но это мое БКБ. Очень страшно. И не в инвизе. Но я сам виноват, на самом деле. Сам виноват. Надо было, блин, все-таки завардиться надо, потому что 1х9 играет. Засранница. Блин, ну, жадность, жадность. Жадность. Конечно, жадность. Жадность. Слишком нагло стоял. Эх, ладно. Ну, урачок. Че сказать. Один нажал. Ну да, ну да. Хи-хи. А, боже. Там мидер наш че-то не вывозит. Че-то мидер и керри не вывозит. И там Рикимару, кстати. 5 на 6 тащит катку. Ну, ладненько. Сейчас БКБ будет, надо завардиться и душить. 5 на 5 драки, я их выиграю в любом случае. Найкса. Найкса выиграю. Выиграю Морфа. В принципе. Если на меня цели не будет. Ничего страшного. Ошибки тоже должны быть в игре. Иначе, если не будет ошибок, даже неинтересно, на самом деле. Персонажи в игре контрятся контрпиками. Да? Но если ты ошибся, значит ты ошибся. Уф, БМ бахнул. БМ бахнул. Хорошо. Хорошо. Ой, ну как же ты нехорошо сделал, бро. Эх, вот этот Блингдаггер вообще не в тем. Так, сек. Еще вардиков купим. Потому что команда не купит никогда. Нет команды, я один. Есть. Еще вардик нужен. Тини, конечно, все хп с прокаста забирает. Все. Есть. Отлично. Вардиков понабрали. Есть БКБшечка. И можно в наглу уже идти и ломать. 23-я минута. Ну, поздний БКБ немножко. БКБ на 20-й минуте. С моим потенциалом фарма. Это реально. Но, видите, немножко ошибся вот здесь вот, конечно, на перепах. На фарминге, я так сказать, в неудачное время. В неправильное время, я бы сказал. Поэтому, друзья, дай мне дабл дэмэдж. Спасибо. Гоу. Голд 2, окей. Голд 2. Голд 2. Я очень быстро спушу тавер. Вообще, давайте здесь агрессивный вард поставим. Файт начался, да? Не, СФ кастуется. Ага. Интересно, есть этот вард? Тоже. Походу, тоже есть вард. Вара сбежал. О, раздушим всех тут. Пошлось манту нажать. Зря нажал манту. Так, нужно бежать. Давай, 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 давай. Морфилоса. Кнопка. Блин, я очень плохо все сейчас на самом деле нажал, друзья. Очень плохо. Нужно было нажимать БКБ, а я просто хотел с ДДшкой раздамажить, как можно сильнее. А там в меня сразу Этерил залетел. Сразу. Посмотрим, морфа вроде нету. Пушим. Хорошо. Пушим. Сразу там морф откинул. Все, отходим. Полторашка есть. Сразу можно в бабочку выйти. И страшно уже не будет в игре. Вообще. СКАДИ можно. Можно бабочку. Глейвы не имеют уже никаких орбэффектов и прочей темы. Бабочку можно. Можно СКАДИ. Можно что хотим вообще собирать на данный персонаж. Можно сатаник. Можно... Ой, 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 ой. Что такое нельзя? Можно спросить, что нельзя. Все можно, бро. Все можно. Давай, ставь варту. Хорошо. Так, кто у нас там? Начнем с вот этой темы. Давайте бабочку, потом можно будет в СКАДИ сделать. Быстро фармим все равно. Лес, гоу, лес. Пробежимся. Вон там, ребята. Морфы всякие. По низу надо идти, кстати. У нас есть БКБ. Мы вообще от ультимейта можем вообще плясать. Просто ульт только есть. Все сразу бросаем весь фарм и бежим. И Васи он взял против Найкса, чтобы 1x1 долбиться с ним. У него вроде там еще МКБ не намечается. Хотя у нас там Рикимару. Против Рикимару, конечно. МКБшка это СОК. Хорошо. Клейвы работают, ребятки. Пару Глайвов закинули. И все. Так, отлично. Очень быстро фармят. Прям очень быстро. Герой такой сам по себе просто. Очень-очень-очень быстро фармят. Так, у нас там, я смотрю, какая-то драка на низу. Но мы же керри элитные. Соответственно, игнорим эту драку. Пойдем по топу. Потому что у меня нет ни ТПшек, ничего. Они там сами пошли умирать. Не знаю. Сломаем топ-тауэр. Все, погнали. И, скорее всего, придется дефить хайграунд. Задефим, ничего страшного. Так, хорошо. Глейвы. Глейвы есть, можно поесть. Он в Тавр отскакивает. Это радует. Хорошо. Душим. Маднес. Поехали. Тавр хилится, смотрите. Господи. Сейчас мы продадим, скорее всего, аквилу уже. Будем ТПшку носить. Нужно носить ТП. Хорошо. Задушили. Вот этих крипов все задушим. Очень нагло и уйдем. У нас здесь БКБ есть манта. Все кнопки есть. Нечего бояться. Все, отходим. Там Тинни уже пришел. Стережет нас. Так, го. Морфа можно убить, да? Ультимативную, не знаю, жать на него или нет. Жать не будем. Наверное, ульт Рики может блинкануться. Как-никак. И ничего не сделать, да? Ага, ноль блинков. Ну, ульт тоже не факт, что с ультом бы забрал его. Потому что у него там ХП было много, он перекачался на фул. Хорошо. Сюда, по низу можно. Изи. Не буду спускаться с ХГ. На хайграунде лучше побью крипов. Оп, бабочка почти есть. В битристое еще косарик. 500 еще даже. Можно Рошана сейчас пойти, в принципе, забрать. Но тут нужен Вард и Смоук с Маком зайти. Рошана забрать, просто изи как. Вот так и сделаем. Под дабл дэмэджем. Почему нет? Ммм, Варды снимают. Ах, боже, что я сделал? Я думал, там мой курьер подлетел. Я думаю, почему Смоук не повесился. Чалька, ладно, голтак. Пробовать. Вообще, надо Вард поставить, пойти сначала. Ну, вот здесь хотя бы ткнем. Хорошо. Ого-го. Дэдэшка еще идет. Скади в Рике. Молодец. Так, клэпает. Очень близкое расстояние атаки у Луны. Единственный минус. Единственный минус. Так большой МС. Все пушечкой. Сейчас, Егис, мне надо забрать. В любом случае. Понизу просто пойдем и все. Так, 3 300 есть. Берем квартест авто. Дай куру в магазин. Отправляем. Не хочу тут файт принимать. Хорошо. Хорошо. Как я и рассчитывал Морфа слить. Давай, братан. Давай, на Найк. Все что, записился. Смотрите, уписился, просто убегает. Ну, давай, давай драться. О, еще и Сэфиус. Ну, бездушный, бездушный Сэфиус. Отойдем. Завязаем. Ладно, сейчас будет. Сейчас будет спад. Отдышите. Молодец, армлетит. Армлетит. Очень сильный Найкс. Ну, странно, что проигрывает, конечно. Сильный Найкс, кстати. Ребята, там за Найксом просто бегу. Ребята, держатся. Папочка есть, можно поесть. Даже Эгис еще не потерял. Хорошо. Очень жесткий айтем у меня. Очень жесткий. Хайграунд не хочу идти. Рано еще. Ну, как рано. Можно зайти, сейчас игру закончить. Но так же неинтересно. Можно. Можно, вроде, закончить, пойти. Да. Вы хотите просто изи катки? Да. Не, изи катки я сам не хочу. Просто по кайфу. Вот, сейчас побегу. Пойду еще сейчас хп подниму. И пойдем подеремся красиво. Пойдем просто красиво подеремся. И все. Хорошо. Отлично. Хилимся и погнали. Можно потом Магнес перебрать. Сделать сатаник. Еще и Муншарда сверху бахнуть. Почему нет? Почему нет? Еще и Муншарда бахнут. То есть, компенсировать, так сказать, атак спид. И выйти немного в жир. Остается в Скайде сатаник, типа, и наш герой фулл запакован. Вообще. Акс, давай работай, бро. А, не удалось у Акса. Слушай, ну у меня 11 секунд кд еще. 11 секунд кд. 5. Где найкс? Найкс, что с этим? Найкс, блинком? Что-то я прогулялся. Кто тут был? Я не понимаю, что происходит вообще. Динни, вот он. Дам прокаст ему. Ой, как прокаст ему. Тычку дам, короче. Ага, вот она. Вот она. И того бьешь, бро. Хитрюга. Не обмануть даже. И того бьешь. Хорошо, через шип выделяем. Отлично. Далее. Изи катка. Вообще, на самом деле, изи катка просто. Блин, время, видели, опять скакануло. 45, 59. Что с временем не то? Жесть. Что с временем не то? Видели, время скакануло, как на секунд 15 где-то. Побегут дальше, я завязываю, как бы. Вот так нет. Не вижу смысла. Что еще один слотецкий остается нам? Сейчас тут лесочек. Ага, там Крипов забрал. Довала можно взять, будем еще быстрее. Можно сделать вообще лотар. В лотаре у нас Ultimate будет работать. Ага, поуспею сделать. Не успел. О, и очень больно сейчас будет. Не гонраться, окей. Глава, мишамана убью, по идее. Так, в кусты спрятался, чел. Как за такими кустами не видно такой большой кусок камня? Молодцы. Ладно, гон. Я его не пробиваю, а сатаник нужен, джейс, просто. Бабочку включаем, чтобы бежать быстрее. Но мне кажется, тут нужно будет сейчас стрейвить в сторону. А, нет. Готово. Молодцы. Да, тут бабочка, сатаник можно будет купить. Морфилус, Тоби ГГ. Вот этот настоящий, бро, кого ты там лупишь. Шекельшот летит, вообще пофиг, манта, не манта, ГГ. Сатаник, сатаник. Найкс, видите, все равно пробивает, промахов нет. Где на тебя играет? Ты бы видел. Что Рики? Пишет, брат. Пишет, луна, я тебе фарма не дам. Пишет, луна, я тебе фарма не дам. Как я бы хотел. Что, шарды, гоу? Гоу, шарды. Пойдем на ХГ ломать, ребят. Пора ломать. Пишет, луна. Пишет, луна, я тебе фарма не дам. Пишет, луна, я тебе фарма не дам. Это страшно, вырубай. Это Тинни с этой палкой, очень страшно стоит, смотрит. Урна есть, можно поесть. Так, хорошо. Гоу, Найкса душить. Дай задушу. Не-е-е-е. Боже, этот парень с дубинкой, неуязвимость. Лотар. Лотар равно неуязвимость. Лотар равно неуязвимость. Жесть просто. Да. Против него нужен гем, а убивать его сразу. Скади не хватает. Прям, чтобы соло вгрызаться, был бы вижен и душили бы. Бара, брат. Купи даст, ты, please. Или сентри. Продай стик. Вот так напишем, по-хорошему. Аксик тоже может купить. Рики может купить. У Рики тоже, по-моему, там слотов нихрена нет. Не знаю. Не знаю. Ну, фановая, фановая, ребят. Катка, на самом деле, вообще, ну, не напрягаясь. Ой, еще ТП-шку взял, Локсик, да куча. Молодец. Фановая катка, вообще не напрягаясь. Манта на Баратруме. Все отлично. Изи, изи. Просто изи, изи. Тамир, тамир. Как там вот это все дело? Ну, не знаю. Не знаю. В принципе, в керри, в керри вообще изи ничего делать не нужно. Очень быстро фармит герой. Я бы уже, кстати, закончил. Но я не хочу заканчить. Просто реально. Пойти на ХГ, зайти, включить БКБ, поставить манту. И, типа, там Глэйвы разлетятся. Но Глэйвы, кстати, не достают. На 85-й карте они не достают здесь. Нужно крипов. С крипами, да. С бс. С крипами, з бс. Во второй доте Глэйвы просто все будут вот так вот разлетаться. Все пушить. Очень быстро пушат там. Я вообще хочу Тревел купить. Но Тревел мне не хватит. Тревел. Вот просто два айтема. Сатаник и Скади. Это все. Это наши айтемы на эту игру. Как бы, ну, вообще без Б. Найкса, это изи. Можно сделать вместо Скади и Кирасу. ХП у нас, в принципе, достаточно. Ну, можно еще побольше. Потому что, ну, мы купим Сатаник, в любом случае, вместо Маднеса. Поэтому, как бы, смысл таков, что, друзья, ХП у нас будет вообще много. В любом случае. Гоу, задушим одну сторону, чтобы пацаны не сильно не офигевали. Боже, под бары очень быстро бегу. О, айтемы забрали. Гоу под лучшим тут их тогда. А че? А че? А че? Ну, а че видим хорошо. Опа. Это засада, друзья. Это засада. Это засада, друзья. Вы шо? Ля, вы шо? Ребята, засада. Это засада, друзья. Просто изи. Рич, Рики Ходячий Вард. Да, тут даже не в Рике дело, я тоже видел хорошо. Братан, тебя убивает Луна. Ну, не только Луна. Ну, что? Ему тут ГГ. Я его еще простану сейчас. Очень быстро ХП умирают. Свою пушим. Изи. Вот, смотрите, вот эта тема. Смотрите. Ааа, боже, как это классно, друзья. Я просто в шоке с этой темой. Смотрите. Ааа, господи, это кайф. Я не знаю, вы тащитесь с этого или нет, но я тащусь с этого дико. Дико с этого тащусь, смотрите. Просто пошли Глэйвы все куда. Че, можно Т-шка? Ну, давайте еще одну сторону, друзья. Там можно, в принципе, даже закончить. Все, эти стороны не отскакивают. Даже вот этот не отскакивает. Все, и Глэйвы пошли по миду. Гоу. Еще вот так вот сделаем. Уф, смотрите. Просто какой пуш. И именно за это я люблю этого героя. Боже. Стой на Найксе на свое. Глэйвы душат. Смотрите, как я просто пушиваю. Глэйвы душат, господи. Так, не душите меня. Дай пожить. Дай пожить. Мадность включает душу. Глэйвы душат. Дай жить. Дай душить. Нет, только не эта тычка. Химселл. Что? Простите. Это как вообще? Боже. Это что такое? Ну ладно. Че сказать. Дота? Она есть. Дота, ребят. Next. Поедем в... Соответственно. В Magic. Поехали. Что ж. Команда Sentinel. Отлично. Мы играем за сентов. Соответственно должно быть что-то интересное. Что-то интересное. Просится у нас сразу все на центральную. Ладно, гоу. Тянуть не будем. Пойдем скорее всего в изи линию. И надеюсь что-то будет интересное. Потому что это просто, я не знаю. Такой трэш происходит. Сыграл около шести игр. Прям реально. Персонаж на самом деле такой. Забытый можно сказать. Очень хлипкая. Но тем не менее. Если дают покушать. То соответственно это очень серьезная бомбардировка. И вливание дэмэджа просто колоссальное. От этого персонажа идет. Очень такой персонаж. Которого легко в принципе законтрить. Буквально. Не знаю. Несколько кнопок и все. Игг. 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 Так что друзья. На самом деле. Вот тускар будет серьезной проблемой. Тускар серьезная проблема. Вайпер. Вайпер будет проблемой. Тускар самая главная проблема. Потому что очень много хп может снимать. С нескольких кнопок. И кстати у нас еще алхимия в команде. Это очень довольно таки. Ну. Плохо. Потому что. Этот парнишка будет забирать. У меня очень много фарма. Но я скорее у него буду забирать. Он будет. Обстиканный немножко. Ничего страшного. Так. Ну и что у нас выходит. Ну по пику как обычно. Какаха. Какаха. Берется у нас курьер. Молодец. Будем сейчас с аурой драться. Ну тут проблематично. Что сейчас тут тускар просто всех закроет. И будет гг. Будет гг. Не знаю зару найти или нет. Потому что тускар в любом случае может закрыть. Это может очень сильно повлиять на дальнейшую. Так сказать игру. Ну так сказать пол левела. Взамен на то что я сдохну. Это конечно не очень. Это конечно не очень. Вот чурсар иди. Хорошо. Молодец. Если он закупился. Умничка. Так. Ну что ж. Скорее всего будем опять в керри выходить. Там в принципе выигрывать то некого. Феникса под бкб х раздолбим. Но мне кажется тут нам не дадут. Вот тут опасно конечно на самом деле выходить. Кнопки жми. Кнопки жми. Ты что без кнопок? Бескнопочный? Он так и не нажал кнопку. Он с третьим. Ты что? Ты что? Он с третьим левелом. Тинни. Тинни. Третий вкачал. Боже. Какой же ты. Нехороший игрок. Мягко сказано. Ужас. Это ужасно друзья. Это я не знаю зачем я пишу гайды. Ведь этих ребят не исправить. Ребят их не исправить. Ребят их не исправить. Выйди. Алеша. Убьем. А он уже фуловый. Понимаю. Теперь я стал. Человек. Да? Ужас конечно. Ну хоть час аваланч закинул. Хоть это радует. молодец конечно это страшно вырубай и конторка молодец молодец тени исправился ладно хороший игрок все берем манах и поесть поехали монетку забрала и и свидетель и сидит нет конечно о подарочек и не надо очагов его убьем сейчас попробуем а чё ты меня бьешь хитрый сари какой хитрый сари какой хитрый хилится в своем шарике не стыдно умничать умничка умничать там шарики своим хилится а молодец хорошо шаришь самом деле все это такое все это хорошо но это все не очень хорошо потому что у нас не кардна линии с некром я фармить не могу любом случае чтобы я тут не делал я сливаю это линию 0 что дэмэджа хватает чтобы восхитить просто нужен правильный саппорт к луне и все будет отлично друзья реально правильно саппорт и гг все будет пушкой верьте главное поверьте по еще крипа переагревали всех и за клипы не переагревается то конечно прискорбно обши пеникс через спирит и играет гугла и вкачаем хрен с ним будем даться как-то отбиваться либо хотя бы будем душить пусть все нормально но этот мой по идее не братан не убьешь 80 маны я его бы забрал бы если было плана хотя на бим и очень мало маны требуется но тем не менее мало очень такой персонаж который требует много на самом деле расходников очень такого бережного саппортинга потому что очень мало хп очень легко захарасить че легко убить персонаж реально очень ватный а не жили я сгорю 3 хп 3 хп 3 хит-поинта химосик умрет в любом случае хорошо надо раумить хилочка есть хилочка есть надо раумить теник убьет тут с прокаста сложно наверное на тени играть одна кнопочка всего вернее две наверное сложно ребята не знаю стоит ли тут брать блин аганим ну вы можете так с аганимом геймплей посмотреть по ссылке в описании я не знаю наверно два раза в керри выйдем в разные айтем билды только почему бы нет крыла и бедный боже на хп убегает просто как ряженые заряжены очень быстро уходит очень быстро уходит но не кролайт такой герой ты просто стоишь и умираешь все просто хп убивает феникс зарядился ляша делает так замедление не надо меня замедлять там в некр отскочил в life 1 чакрамы работают эй ты куда их повел руган взял левел мы забрал что чувачок на тени чувачок на тени возвращай лавом и хорошо чем можно захилиться и попробовать атаку сделать кстати о чем я говорил о чем я говорил тускар все хп кстати мне может тупо с прокаста снимать тускар просто все хп с прокаста снимает на счет еще дабл кив будет героями то вы на этой карте просто метовый герой пссс берем ты пашку удушить дай пройти только зря есть хорошо и братан я бы не потянул немана нет я вам не этот немана мейстер так сказать она не хватает да ты и надо за ним под тэшку бежать нормально главное тут даблу сделал ну типа блин ультимативная помогает очень сильно пушки надо уплотняться не знаю на самом деле хочется в дефолт выйти я быстро вы форме если модность возьму расходничек возьмем пашечку все мы готовы к таверне если что о бежим проформируем там мида нету жил кстати у химик снял смит и чудо там подстакивал себе фигасе гайды что ли смотрит гайды смотрят ребят не забывайте ставить лайк если вам нравится гайды если вы ждете куда определенную персонажа подписывайтесь на канал и будьте в теме будьте в теме просто ждите лайки ой лайки но вы поняли ждите гайды все будет нормально ждите просто свой гайд какой-то каждый ждет свой гайд определенный интересный кто-то ждет то ждет например destroyer который был уже кто-то ждет например мипа тоже который был или кто-то просто ждет свинью там еще у кого-нибудь мне гг у меня 700 хп о еще и вайпер тут осуждаю тп успею завязать спереди тп завязать хорош хорош с кара и убью только под ультимейтом асфу хп если успеет если успею до наката сделать бима ему ну тускар очень агрессивно играть чем еще нужно для помощи 3 секунды убью область застелить правду но грязь не догадываешься вайпер что-то не рыба не мясо стопадов я короче зустыц вг страшного рубай так есть маднес можно колотить алхимик фармит тоже на нижнюю линию потому что у нас нижняя линия пустует там крипы подходят нужно фармить ребят и красиво то когда линия простаивает тут бесплатный фарм мушка хорошо шаглой вы 3 3 левельная ну я умер по ходу до успею хорош он так они не дал мне но пойдет пойдет конечно не фрага я не взял но я мог тут умереть в этой ситуации конкретно в этот момент но удалось я забрал только своих грибов свой к ост а мне где фармить ост 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 из и у меня тоже 10 левел надо на базу сбегать не знаю можно взять point booster и уходить в ультимативную чтобы уплотниться можно брать яши в дефолт эти конечно тут очень двоякая ситуация на самом деле правильно было бы уплотниться а я же дурачок я типа могу спокойно покупать другие айтем я куплю все варты буду на иншинах просто стоять и все больше ничего не нужно для счастья для счастья не больше так тускар у нас там армлет имеет это очень больно будет просто с ульта что-то хорошо вардика отлично отведем грибчиков я не к суртану мою так отвел хорошо отлично быстренько яшу и бк башку сразу я чего бояться будет пускар не будет убивать шкаф молодец овнет гаунд он душит моментовый герой я молодец топ топ вайпер нанесу можно потоп и варп этот сломать тавр просто что мы сейчас и сделаем тускара я в принципе убью армлет пока что тупо и все больше ни хрена нету лет тупо и все ни хрена там нету больше так как виллу включаем кто зеленый у нас феникс хорошо то это кажется хорошо отходим пойдет нормально забрали про жучку уходим так у меня всего 1000 хп тускар меня с просто сшотает по наизе аккуратно подформить все стороны сюда теперь алхимик лес забирает у нас весь я буду собирать туда эти линии свинюка чё гоу а там еще кто то есть ару аура там есть еще какая то кто то там есть не и ни 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 что кое-что где есть есть возможно то же с инвиза блин вайпер черт ох значит у нифига си он достал меня я умер тут сто процентов как ты достал до меня ладец как он отсюда типа он накатился за расстояние там очень большое красавчик ладно если бы у меня алхимик не забирал много фарма ну а чё поделать два жадных героя у нас на очень жадный герой а он просто метовый тускар это метовый герой все который просто бегает и еще больше любого кел любого просто идет вот тут варх по ходу стоит арт стоит воник часу врет одна . кинта не карна топе можно сделать сию для поднятия хиппоинт но она не будет ничем не точно помогать вообще вообще ничем фармить надо почуть быстро спады сам выпадом с полторашечка есть боюсь тускара на самом деле он прямо сейчас на бустах на хороших алхимик много забирает его щас могут убить а на хосте не убьют за ней бабки дают не ври их ничего не дают а некор конечно плотненький так полторашка есть доманка принципе дожить будет попроще отойду тускар может сейчас просто в лотар выйти это будет овер страшно потому что тускар с лотаром будет овнить вообще по страшному и я не смогу их перевардить просто всех всю команду свою а он на миду страшно очень он сию собрал вообще не страшно молодец сияет нормально не хватит кстати с этих кемпов до 200 хватило хорошо на топе 3 хорошо полбан то есть с бенюка можем подраться на самом деле килл любого можем или не можем поддержим хорош то еще свинья осталась туск пришел а тускара я не потяну сам ходить надо просто-то и будем рисковать манта есть можно душить хорошо отлично агрессивная катка мне нравится мне нравятся такие катки тускар молодец подтаскивает всю команду свою но мета вы герой очень сильно угнет 07 феникс бедный не удается у него все же постоянно я его ловил на спа это вардика блин он так загуливает его можно заводить голову загуливает по страшному уши петуха с армлетом убежал просто ибо он должен сдохнуть тут на самом деле и поставишь варцвы хорошо братан ну ты типа да выпендриваешься кормушечка кормушка сладкий я выпендривался парень молодец безусловно хорошо переигрывает а я все равно армлет под т2 бежит к нам за кем бежать угол душем в душем ребятки тэшки изи ой как изи ну ладно заговорил на фениксе зафармливаю и ухожу да все уходим на тп просто смело сбил сбил себе все тпшка есть очень много спейса делал для команды сейчас феникс ультанул осуждаю ударунки он дрочится вот этот подарки когда вот на нажимаешь на него он дрочится постоянно этот подарок не знаю с чем это связано типа это бред выглядит очень непонятно так ладно побежали на топ или гаун кэншин там забежим слушайте не знаю бкб делать или нет но тут бкб по моему необходимо скади можно сделать чтобы быть плотнее но там некр бкб конечно в приоритете скади конечно вещи но бкб нужно ес нашел терпомида боже ни одного крипа не забрал слушайте ну они сейчас на мид пойдут дефицит да все на мид побежали перри фармлив бкб шку надо вот здесь вот так вот хорошо я потопаю все что предыдущийся как раз бкбшка будет боже она очень быстро выфармливая ну там кстати катка очень оживленная потная будет против тускара такого интересно конечно играть друзья оторвать с пыром отошел кстати а это там стыд но т2 ломая т2 сломаю раз два три 4 5 6 понимаю но я умер тут я не думал что у него боже откуда у него 11 феникса 6 конечно ошибка моя ошибка я думал я сейчас просто шесть ударов нанесу ему с а вот это поесть отдефимся моя ошибка конечно сейчас было а что сделать не прочекал о феникса там только-только видимо один стопнулся бомжичком бегает бедный сам знаешь поздно зная сам знаешь и по ты меня убивал а я тебе хотел японии ну ладно что страшно дай бы здоровиться тебе на фениксе спи глупенький глупенький феникс спи говорит очень страшно возрослеет парнишка так ну что также дальше ломаем стороны икса бкб шка все бкб шка есть и можно будет уже на тимфайты приходите это будет пушечно 37 секунда ультимативный там у свайпер с кристаллисом xdd стережет феникс стережет dd да пускар идет тускар все в дэмэш собирает фиссуру дай брат все я туда не полезу с короби с короби максим что я могу сделать тут от кайдит только его его убил кого-то обязательно до баны и вот так вот иди обои и плодак что такой смысл тем не тем временем ребят у меня 17 18 левел это очень серьезное заявление на победку ребята этого пока не понимают ребят пока что этого не понимают даю на герке дебиль и у мальки кинешь даю мне нравится когда пишут даю слушайте но не нам кстати на хаги чуть не зашли а вот чё в сарейде пускарше стомат реставрится прибежит парни охотненько да ребят приходится думать головой такой катки вот эта катка скорее всего войдет в гайдик потому что все остальные катки такие безмозглые бездумные бегают кто-то что по кд там фиты еще что-то а тут прям что есть какой-то интерес так а я еще теперь стал чем который меня засуицидил на первой минуте плачется теперь хорошо они все туда туск на меду не страшно если туск на меду не страшно есть бкб принципе могу принять файт не поднялся на хг не знаю почему на хг не поднялся очень странно будто вард стоит он просто развернулся странненький какой-то классно что они все под вардом ходят еще все видно 1 тэшку забрать аквилу включаем ломаем до 500 на кармашке луна тупая может выжить им петушок у коричку корикун и кукареканы тима детсада саждая он пускаться 3 забайтился бежит обратно бро но что такой глупый вот этих можно убивать сейчас язычка язычка с карточка убежал и куда братишка кидай все хорошо просто на опыте разносит айти байти вардики нужны классно когда под вардом они ходят они понимают почему мы их видим там мкб кстати у русска плохо очень плохо очень плохо но по крайней мере он меня не убил это это радует я чувствую что счет подойдет сюда 4200 самом деле сейчас я не знаю что мне собрать против тискара очень неприятный герой бабочку не вариант там мкбшка бабочку не вариант сатаник можно пересобрать скади сатан скади сатан я узкали первое это первое там скади будет первое там скади будет борозду так я на хг зашел порадует делаем сплит пуш друзья в бкб до стрипера а он не додумался господи как же мне сейчас повезло как же мне сейчас повезло я бы там остался сейчас похоронен через бкбшку из ужас как он лупит так ну скади есть скади кирасу можно будет еще сделать скади кираса и гг тинни типичес а написал типы а потом пишет пес типичес кади конечно пушка с тускаром смогу драться с тускаром смогу драться так что здесь уже хорошо хорошо гу байт хорошо типичес типичес ага 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 страшно таких тут двое можно убить гул почему нет типичес бедный тускар мне его жалко на самом деле такая игра но мы тут более опытные что ли никогда не в общем хорошо гу бave мы в общем хорошо так в общем хорошо мы не мы там мы то есть и Хорошо. Ребят, ну игра очень энергичная. Мне нравится. Молодцы. И команда прям хорошо все позиционирует. Жаль, что там раки. 1-13, 4-10. Конечно, это прискорбно. А что поделать? Ну, Тускар молодец там. Молодец очень хочет. Очень хочет победить. Он молодец. Прям умничка. Так, ну что, террасу заказывали? Террасу заказывали? Террасу заказывали? Террасу заказывали? Террасу заказывали? Можно сейчас пойти их просто добить Такая сплитпушерская катка На самом деле под вардами ребята ходят И понимают почему их видят Так, мне нужно еще Чуть-чуть И будет гг Нужно еще чуть-чуть галдишки Он там аганим собрал, а не актарин Типичас Говорит Тинни, ты типичас Пираса, хорошо Все тп-шку Так вот делаем Все, можно идти душить Ну и сайтэм билд Закончен Могу килл любого Сатан бы вместо Маднеса и Муншарт еще Был бы пушкой Нормально оделся Гоу по низу Вообще нефиг бояться Типикал Можно было кстати манты закайтить Хорошо Отлично И душем хг Пускар не выдержал походу Пошел Успеем Успел Это гг Умру тоже Божечки Ну блин не хватает Вот чуть-чуть не хватает феникса сбить Совсем чуть-чуть Чуть-чуть не хватило феникса сбить Ну сам Пытался сбить Не знаю Долго-долго еще Пускар задизайблен Тини всю игру Ныл 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 Лараки А я про 8-10-10 бегает Печально конечно что такие тени есть Успел в инвиз зайти Боже Тускара Такие айтем Слоты есть Слоты есть Хе-хе-хе Гуд гейм Ну Тускар молодец там Прям Хорошо сыграл Очень легко Зароумил Ну там Че там Тини того убивать Безмозглого Много ума не надо Много ума не надо А соло не выиграть Как говорится Кар молодец Что в гол Ну тускар в принципе Ван бай ван Я осили дуба Должен вытащить Пойдет 2700 Да Должен играть Алхимик там газует На крипов Че по ксу кстати 220 на 80 Мало на самом деле Но Мало но Но быстро Все равно Выфарм От крипов В принципе Не отходил Это вам По кд Че Нужно Хотеть Закончить Скар Поймает его Накат Сделает Тогда Нападу Все Это засада Бро Дай Пройти Опять одной тычки не хватил Да что ж ты будешь делать с этим фениксом Но тут ему уже конечно Дай ультру О боже Ну что это такое Посмотрите И сюда И сюда Дай ультру Рампагу Дай рампашку Дай рампашку Дай рампашку Обманщик Только не надо с даггера уходить Эх не дал Ну дай Ну дай Засранец Молодец Ребят Ребят в общем вот такая катка у нас получилась На луне И в принципе я надеюсь Гайд вам более чем понятен Очень я думаю вам понравится Но такие нестандартные страты Нестандартные закупы Нестандартные действия у нас были Сейчас вы увидели в принципе луну В таком агрессивном Так сказать сплит пуши Когда просто мы мансуем Нам пишет тени что мы раковину На самом деле мы к эту катку В принципе так то и выиграли Я надеюсь вам реально этот гайд понравился И надеюсь этот персонаж будет вам более чем понятен Очень в принципе легкий герой Но требует Требует понимания Что он очень ватный Ребят Ну и соответственно Нужен хороший саппорт под этого героя Ну и в принципе это все друзья Всем удачи Всем спасибо кто поставил лайк Кто подписался И обязательно подписывайтесь Если ждете какой то свой гайд Особенный На какого нибудь Рубика Или на Акса Все С вами был Азес До скорого Обещаю выиграть Бро Мишка Пойдем Суицид Понимаю Суицид Понимаю Мана еще не хватает ни на что Очень сильно Раздамажил Но толку нет вообще Суицид Обещаю выиграть Пацан пишет Обещаю выиграть